Всем привет, ребятки! Наверное, многие из вас знают, что блогеры, поварфейцы, там, X-Medium, я не знаю, там, Рокутакины, да и я в том числе рекламируют промо-страницу, по которой вы можете получить полный сет брони из серии Армагеддона, а также пушки из серии Деймос. И вот я подумал, почему бы мне, собственно говоря, не оказаться в шкуре чувака, который не играл в 30 дней и сыграть с этими пушками, то есть на месте сейчас полный сет Армагеддона, потом Хармс на штурмовика, ЦЗ Перрот и нож с оперной лопаткой Деймос. Сейчас потестим все четыре класса, то есть сейчас я запустился за штурма, потом потестим Медика, потом Инженера и потом уже Снайпера. Сразу могу сказать, что на Медика вы получаете из оружия это УСКОН, то есть реально неплохо, вот Инженера вы получаете СМГ-45, тоже неплохо, но на АВИКа вам там дают что-то, я не помню, как Эшентки, какая-то непонятная, в общем, Снайперка, в общем, увидите все в видосе. Сразу можете, ребятки, поставить лайкос на канал, подписаться, кстати, да, очень важно, ребят, многие не подписаны. И также спасибо всем, кто покупает кейсы по кодам Slow Mountain, кто купил 10 кейсов и на экранчике, ребят. А мы, кстати, уже забрали первый раунд, пока что все неплохо начинается, у них почему-то четыре чувака, это как? Первая катка, конечно, будет вообще неинтересная, потому что их всего лишь четыре чувака, поэтому, я думаю, надо будет новую каточку начать и еще одну, скорее, за штурмовика потом. Вот это стрельба, ну, короче, катка какая-то ужасная, поэтому реагируем сразу же next. Так, попалась нормальная карта и более-менее нормальные сопы, давайте сейчас рынок запушим, даем смачок такой, сидим в рыночке, крысим просто. Давайте глушачок наденем, так все чуваки сягиваются, а мы идем в спину на крысичах. Вот он, раз, два. А чё он стоит? Куда он убегает? Друг, развернись! Он на аварии? Выкатываемся в дым. И даём такой килл. У него один хп был, кстати. Обход спины успешный, чувачки. Реально. Я предлагаю повторить то же самое. Опа, и лаз спина. А где в спине конкретно, это уже непонятно. Короче, надо ещё раз сыграть рынок. Это, конечно, тупо, но давайте ещё раз. Ещё раз попробуем такую же страту. Грог с бомбой убит. Бомба взята. Ну, бро. А, ну да, да. Ну, вот как меня убивают? Чисто, ну, спасибо, реально. Так, надо выбирать, какой плант пушить. Энки, бэнки, ели, вареньки, энки, бэнки, клёц, вышел пузатый матрос. Двойку пушим, ребятки, под хэшечку, естественно. Идём сюда, даём хэ по солнышку. Ждём 3 секунды. Раз, два, три. Бам. На. Ай-яй-яй. Ууу, нормально залетело. Так. Что? Что? Я обосрался. Что медик сделал тут, я не понимаю. Короче, ребят, надо потестить хармс на мясе, потому что, в принципе, класс штурмовик, вот, допустим, там, против первых, ну, начиная с пятой лиги, класс штурмовик просто бесполезен. Погнали, короче, потестим на мясе. Вот реально, мне кажется, на мясорубке хармс будет топчик просто. Так, ну, на мясе, я думаю, будет поинтереснее, чувачки. Раз, хэдшот. Два, хэдшот. Во, вот хармс, это для мясорубки, вот реально. Два. Не, вот, во, 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 я нашёл, я нашёл, где это оружие нужно тестировать, реально. Уу, тут нормальный тап. Ого, во, и парот подходит. Ну, слушайте, не, мне очень нравится то, что у этой, у хармса маленькая дача, реально. И очень много патронов. Вот для мясорубки хармс реально приятен. Ну, прям, вообще, не знаю, мне прям, ну, вкатывает реально. Не, прям, ну, реально, мне очень нравится. Для мяса прям топ. На подрыве, конечно, хармс это будет полная, ну, сосня и дрочева, потому что, блин, ну, типа, камон, стромовик, в принципе, не нужен на подрыве, в современной мете. Ну, для мяса прям, мне реально, мне вкатывает, правда. Раз. Два. Три. Ну, выйди, чувак. Ну, вот спрятался чел просто, и всё. Хаешку кинул в меня ещё. Не, реально, реально комфортно, чуваки. Реально, очень комфортно с этим оружием на мясорубке, так точно. Ну, прям, вообще. Да, блин, на самом деле, надо пера. Давайте пера потестим, вот реально. Блин, чуть-чуть не довёлся. Не, ну, пера тоже неплох, на самом деле. Нормально. Ну, нормально, короче, Рюгер тоже, в принципе, норм. Давайте сейчас последние 100 кило с Хармсом побегаем. Ну, выйди. Короче, с Хармса, я так понимаю, на даль не очень комфортно стрелять, потому что дамага всё-таки уже не хватает. Это не какой-нибудь там АК-15, ну, патронов, видите, ну, просто я зажимаю, типа, даже в молоко зажимаю и всё равно делаю киллы. А, блядь, хоть что-то надо взратили делать. Бам! Крушителя и мозголома под конец. Хармс, прекрасно. Вышибателя даже под конец я сделал. Ещё можно килл было сделать, но чел замышил и не вышел на меня. Ладно, неплохо, неплохо. Короче, ребят, Хармс реально неплох. На даль, конечно, он уже слабоват, ребят. Ну, на мясе, на мясе, вот честно, чуваки, реально буду бомбово. Ну, а на подрыве просто класс штурмовик, типа, как класс именно, он ему не нужен. Сейчас я за инженеров, за медиков, со снайперов катаю. Так, ребятки, следующее у нас на очереди, это класс медик. При авторизации по ссылочке в описании, если вы не играли в 30 дней, вы получаете, опять же, бронюр-магеддон и вот этот дробовик Ускон. Я, на самом деле, знаю, как сейчас Ускон. О, кстати, они обходку идут. Ваншот, ну, это неплохо ещё, а ваншот. Ну, это про... А, ну да, через стеночку меня деда геймерс ваншотит в голову. Без проблем. Нормально. Так, хорошо, один челумя где-то в обходке, я слышал вроде. Вот он. Ой, нормально. Блин, конечно, попалась карта-фабрика, но для медика, конечно, такой себе тест выходит по факту. Не ваншотнул, ну, сейчас реально... Ну, сейчас реально был не ваншот достаточно на близком расстоянии. Ну, конечно, если мы сравниваем, блин, там, с каким-нибудь новым этим кобра-страйгером, понятное дело, что Ускон будет проигрывать. Ну, реально, сейчас упор был, реально, не ваншот. У них опять вылетел чел, и они сидят на респе, чуваки. Ваншот в голову даём. Нормально, чисто эйс. Неплохо, дабл-кил. И плент справа. Оп. Неплохо, неплохо. Ну, я грамм это под хаешечку, видели, как я взарашил, так сказать. Кидаю гранату. Ого. Ого, нормально было. Ну, слушайте, по старым бронежилетам Ускон реально рубит неплохо. Понятное дело, что сейчас там по блэквудам Ускон будет овер плохо пилить, но вот сейчас вот были, ну, такие броники средние, вроде нормально. Кидаю гранату. На. Короче, ребят, какой вердикт? Мне кажется, что Ускон будет реально неиграбелен. Вот, правда. Переходим к СМГ-45. Кстати, мне кажется, что вот СМГ-45, это будет самая бодрая пушка, которую вы, в принципе, можете получить, авторизовавшись по ссылочке в описании, реально. То есть она такая для РМа самая играбельная, я считаю. Потому что, опять же, вот я говорю, сто процентов, типа, Ускон будет реально неиграбелен, ребят. Вот реально. Усконщик будет неиграбелен. Вот, потом, получается, на штормовиках Армс, штормовик, в принципе, в современной мете он, типа, ну, класс, не нужно. А на снайперку там какое-то говнище. Поэтому, я думаю, СМГ-45 это самое, самое крутое, реально, с чем можно поиграть. Уууу! Нет, слушайте, вот СМГ-45 реально бодро, чуваки. То есть реально, если вы не играли в игру больше года, и типа, ну, получите вот эти вот пушки, перья по ссылке, вам реально будет достаточно комфортно играть, чуваки. Вот реально, с инженера так точно. Так, фармим И где ласт? А, второй этаж, оп Минус пять, это я сильный Я мозголом зафидел, господи, какой же я лох Боже, я не могу эту катку выиграть У нас щелы просто умирают в секунду Что я могу сделать? Один в пять еще будет, ребята, ситуация Один в пять Неплохо Короче, ребят, нет, реально СМГшка, вот СМГ-45 Я думаю, что нас может хоть как-то конкурировать То есть, если вы типа не играли там, не знаю, месяц Не знаю, сколько-то там не играли и вернулись в игру Вот по этой ссылке То СМГшка реально будет неплоха И напоследок Т-7 H&K G-28, ребятки Мне кажется, это полный кал, реально Ну да, мне тапают Прекрасно На самом деле, не знаю даже толком, как играть с этой G-28 То есть, она ваншотит Я вообще, ну, я не разу в жизни, мне кажется, в руках не держал, реально Они подсаживаются То есть, тапать надо, я правильно понимаю? Сейчас чел зарвет дверь, и мы его тапнем Он за машиной будет съесть А, ну или запушит, конечно же, за медика А, ну два выстрела, и чел умирает Ага Ну да, чел сидит на подсаде Ну что у тебя с башкой там, опилки или что? Ну, короче, я уже понял Это чисто вот G-28, это чисто фановая пушка Но для ПВЕ, наверное, она нормальная То есть, я ПВЕ просто в жизни не играл Я не знаю, как она будет там себя показывать Вот Но для ПВЕ, возможно, она будет более-менее нормальной Два выстрела, с двух убивает, по идее Два выстрела И надо тапнуть чуваку, он за машиной сидит Тапаем Бам Давайте еще раз тапаем Бам Ха-ха-ха Ну, короче, это чисто, ну, для ПВЕ Для ПВП, понятное дело, что там против первых лиг Вы будете посасывать конкретно Два выстрела Два выстрела Блин, не попало вообще Мне интересно, а вот новые броники тоже с двух выстрелов будут отлетать? Или же нет? И опять у них чел левает Да что ж такое, а? Смотрите, там авик где-то лежит надали Мы сейчас жестко его пикнем как-нибудь И попробуем в голову попасть Вот это позиция, смотрите Вот это позиция, братан Ха-ха-ха Короче, ну, это чисто, я говорю Даже ее тестить, ну, не хочется, реально Меня сейчас пикнет Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Ха-ха Короче Ребят, эту пушку надо тестить до ПВЕ Я не ПВЕ-шник В общем, короче, потестите сами Какой вердикт, ребят Из играбельных тут реально, наверное, только СМГ-45 То есть вот даже против сильных сопов вам будет некомфортно Опять же, УСКОН, мне кажется, сейчас уже не играбелен будет Опять же, Хармс на мясе будет нормально Вот правда Раньше, кстати, была промка, где были пушки Синдикант Там была Беретта, Фабар Престиж Там, конечно, пушки были пободрее Но при этом там броня была похуже В общем, если вы не играете 30 дней, чувачки Можете забирать эти пушки и эту броню Пишите, что вы думаете по поводу этих пушек в современных реалиях Варфейса С вами был Антон, всем пока